В новой галереи художественного музея открылась выставка, посвященная ландшафтному дизайну и садово-парковой скульптуре. Не случайно выбрана именно такая классическая площадка для проведения этой выставки. Обустройство частных владений, проектирование и воплощение общественных пространств города требует поистине творческого подхода. Дизайнер должен себя позиционировать как творческий человек и создавать уникальный в эстетическом отношении совершенный проект. Прежде чем дизайнерская находка воплотится в жизнь силами строителей, дендрологов, флористов, необходимо создать 3D-модель, эскиз будущего пространства. На выставке представлены модели и готовые проекты победителей конкурсов, проводимых Союзом дизайнеров. Эта работа востребована городом, потому что украшаются площади, скверы и, несомненно, дизайн, ландшафтный дизайн, это очень актуально. Проблеме озеленения нашего города участниками выставки было уделено особое внимание. Этим летом можно будет наблюдать дальнейшее преображение сквера у памятника Якову Горелину, возникнет сквер у кинотеатра «Современник». Сквер Горелина, вот первая часть, мы уже ее начали реализовывать совместно с компанией «Хаус профил». То есть это было сделано к дню города, на пожертвование этой компании мы засадили аллею из красных кленов. Вторая часть предложена руководству, но в силу того, что там вложения достаточно большие, пока мы отклика не услышали. В связи с тенденцией точечной застройки в городе возникают некоторые проблемы с общим восприятием городской среды. Наш город перестраивается очень малыми темпами и, что самое печальное, кусками. То есть у нас нет единой программы изменения города, нет единой программы озеленения города, поэтому у нас центр города выглядит так непрезентабельно, потому что все изменения в озеленении происходят очень хаотично. Помимо цветочных композиций, посадки новых деревьев, мощения и установки искусственного освещения, дизайнеры планируют привнести образцы садово-парковой скульптуры в городское пространство. В дальнейшем эти эскизы увеличиваются, соответственно, проекту, который предлагают дизайнеры ландшафта. Размеры определяются уже по месту. И они служат, скажем, таким содержательным элементом для каких-то композиций, либо фонтанов, каскадов, то есть для украшения каких-то участков сада. Насколько полно и в какой мере будут реализованы эти проекты, покажет время. Пока же жители города могут посетить выставку и ждать теплых дней, когда ландшафтные дизайнеры смогут приступить к работе на городских улицах и площадях. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ Иванов.